через реки. Это гофрированная труба, сделанная из пластика, полиэтилена высокой прочности. На трубном заводе смешивают три вида гранул из этого материала. Они могут быть обычными, повторно используемыми и с красителем, который обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей. Смеситель отправляет гранулы в экструдер, который сначала нагревает их примерно до 230 градусов Цельсия. Они расправляются в густую массу. Затем он делает гофропресс или шаблон, чья полость является формой для гофрированной трубы. Экструдер впрыскивает под вакуумным давлением расплавленный высокопрочный полиэтилен в гофропресс, чтобы он равномерно распределился по всем изломам. Благодаря встроенной системе охлаждения, пластик затвердевает настолько, чтобы принять форму. Это позволяет рабочим вытащить трубу из шаблона. Потом труба проходит через холодный душ, который укрепляет пластик. Теперь труба попадает на перфоратор, пробивающий отверстия по всей окружности. Эти отверстия выполняют две функции. Во-первых, они делают трубу легче, и значит, ее проще перевозить и устанавливать. Во-вторых, вода сможет постоянно попадать трубу в любом месте. Затем она стечет до конца и выйдет. Важно, чтобы грунт не засорял эти отверстия, поэтому следующий станок обертывает трубу фильтровальным материалом из полистера. Эта фильтровальная ткань не должна смещаться, и установка для термосварки скрепляет ее. Эта гофрированная полиэтиленовая труба готова. Ее можно упаковывать и отправлять. Упаковочная линия полностью автоматизирована. Робот сначала укладывает трубу, нужной для заказчика длины, в бухту. Затем отрезает конец. Роботы связывают бухту в нескольких местах, чтобы она не размоталась. Затем отрезает труба, и она не размоталась. рабочие перемещают смотанную трубу на станок, который обтягивает ее пластиковой пленкой. Такое покрытие предохранит фильтровальный материал до установки трубы от разрушающего влияния грязи, влаги и света. На этом заводе также производят так называемые трубы с двойной стенкой, у которых имеется гофрированная внешняя поверхность и гладкая внутренняя. Такая труба лучше осуществляет дренаж, потому что вода быстрее течет по гладкой поверхности, нежели поребристые, гофрированные. Для изготовления такого типа труб нужно два экструдера для формирования каждой стенки. Изделия с каждой производственной линии проходят несколько проверок на качество. Этот тест на сжатие прочность подтверждает, что труба не изогнется под тяжестью земли поверх нее. Полиэтиленовые трубы высокой прочности, возможно, легковесные по сравнению с бетонными, но не так же устойчивы к сжатию химикатом и стиранию.